Всем привет! Меня зовут Анна Салова, я коуч, и в этом уроке я поделюсь с вами техникой, которая поможет вам достигать абсолютно любых своих целей. В целом вам важно понимать, что любая ваша цель достижима, и если у вас ещё этого нет, вы чего-то очень сильно хотите, но у вас этого нет, значит, у вас есть на то причины, скорее всего, они как раз внутри вас, в вашей психике. То есть вам может казаться, что там не складываются обстоятельства, что-то вам мешает, но на самом деле есть что-то, что ограничивает вас изнутри, потому что если вы действительно готовы к этому новому уровню, если вы готовы к новой цели, то это обязательно у вас будет. Поделюсь событием из личного опыта. В 16 лет я выиграла грант, попала в 1% финалистов, по всем странам СМГ улетела бесплатно учиться в Америку. И, наверное, вот этот такой опыт, который мне показал, что действительно в мире нет ничего невозможного, если ты чего-то очень сильно хочешь, делаешь действие, ты это получаешь. Там было тоже немало подводных камней, это не было легко, я к этой цели шла 2 года. Но, однако, если тогда я до этого жила в Новосибирске, я до 16 лет никогда не была за границей, если у меня это получилось, и я одна без родителей в 16 лет абсолютно бесплатно улетела в Америку, то вообще как можно продолжать думать, что в нашей жизни есть что-то невозможное? Сразу скажу, что я очень материальный и заземлённый человек, я держу фокус на действиях. И когда я говорю, что любая цель достижима, я не имею в виду, что вы сели, помедитировали, у вас это случилось. Здесь мы говорим с вами про коучинг, про глубинную работу над собой. И действительно вместе с действиями, естественно, вместе со стратегией, вместе с целевыми действиями, это даёт очень большие результаты во всех сферах жизни. Итак, предлагаю сразу перейти к практике. И вам для этого нужно выбрать одну цель, к которой вы сейчас идёте. Естественно, у вас может быть множество целей. Выберите такую самую амбициозную, самую желанную, то, чего вы сейчас очень сильно хотите. Чтобы было более наглядно и просто, я бы предложила вам поставить цель в доходе. Скорее всего, у каждого из вас есть какая-то планка, к которой вы сейчас стремитесь, идёте. У кого-то это 100 тысяч рублей, у кого-то 500, у кого-то там миллион, 5 миллионов. Но если вы в целом не ставите себе цели в деньгах и вам это не откликается, вы можете выбрать абсолютно любую цель. Может это переезд в другую страну или счастливые отношения. В общем, то, чего вы очень сильно сейчас желаете. Все практики всегда рекомендую прописывать ручкой на листе бумаги. Поэтому давайте тоже возьмём блокнот и прям выпишите себе эту цель. Я зарабатываю миллион рублей или я живу в Испании. И дальше вам важно ответить на три вопроса. Если мы действительно понимаем, что любая цель достижима, и мы понимаем, что к этой цели вы ещё не пришли, значит мы делаем вывод, что внутри вас есть какие-то ограничивающие факторы, которые вас туда не опускают. И задача этого упражнения как раз их выявить. Итак, само упражнение делится на три части. Начнём с вами с первой. Вам важно ответить на вопрос, что мне мешает достичь эту цель. Советую тоже выписать и зафиксировать себе этот вопрос. И дальше выписать 15 пунктов, которые вам мешают. Пишите абсолютно всё, что приходит вам в голову. Здесь важно быть честным с самим собой. Даже если на первый взгляд вам кажется, что нет, ничего мне не мешает, подумайте, повытаскивайте из себя. Может быть, у вас сейчас нет времени, чтобы закрыть эту цель. Может быть, нет команды, которая действительно нужна. Нет того состояния, в котором вы можете к этой цели прийти. Отношения тянут энергию. В общем, пишем 15 пунктов. Абсолютно всё, что приходит вам в голову, что мешает сейчас эту цель закрыть. Нет стратегии, нет понимания, как это сделать. Тоже возможны ограничивающие факторы. Ну, я думаю, многие уже догадались. Но всё равно очень важно эту первую часть сделать. Когда мы её сделали, мы можем посмотреть на этот список и понять, что действительно всё это какие-то отговорки. То есть мы находим какие-то причины извне, почему не получается. По факту, любое достижение или не достижение цели — это истинно наш выбор внутри. Я думаю, у каждого был такой опыт, когда вы чего-то очень сильно хотели, и вам вообще было неважно, есть ли у вас время, что скажут другие. Даже без команды, без блога, без каких-то больших активов. Вы просто готовы были день и ночь работать, чтобы прийти к этой цели. И если сейчас не так, если сейчас вы находите кучу обстоятельств, почему эта цель не получается, вам важно, опять же, посмотреть внутрь себя и задать себе вопрос, почему я так выбираю. А мы всегда подсознательно выбираем то, что нам выгодно. Наш мозг всегда на страже нашей безопасности, он не пускает нас в новое. И даже если нам кажется, что мы действительно очень хотим закрыть эту цель, у нас есть какие-то внутренние выгоды её не закрывать. Итак, записываем второй вопрос и пишем второй список из 15 пунктов. Почему мне выгодно не достигать эту цель? То есть какие плюсы в моей жизни будут, когда я к этой цели не приду? Или какие плюсы есть уже сейчас в моей жизни и без этой цели? Например, я могу лежать и целый день смотреть сериал, а если вдруг у меня будет большой бизнес, то, может, я уже не смогу этого сделать. Или сейчас у меня есть время для отношений, а вдруг потом не будет. То есть мы подсознательно держимся за эти выгоды. И нам важно понять, что это такое, что держит нас в нашей точке А. Опять же, выписываем первое, что приходит нам в голову. Скорее всего, именно это и является нашей внутренней выгодой. После этих двух списков у вас уже должна появиться достаточно наглядная картина, почему вы ещё не пришли к вашей цели. Если вы действительно погрузились внутрь себя и сделали качественное упражнение, то вы уже, скорее всего, обнаружите для себя что-то, о чём раньше не догадывались. Те внутренние выгоды, которые вы даже не думали, что могут вас останавливать. Ну и теперь заключительная часть упражнения, третий список и третий вопрос, на который мы отвечаем. А как я хочу по-новому? И теперь в каждом пункте мы объединяем нашу цель, которую мы записали с самой первой. И каждый пункт из первого и второго списка. Некоторые могут даже дублироваться. То есть, например, вы прописываете, я зарабатываю миллион рублей, при этом нахожусь в счастливых, здоровых отношениях. Я зарабатываю пять миллионов рублей, при этом у меня есть выходные и есть время смотреть сериал. То есть возьмите те ограничивающие установки, которые мы прописали с вами в первом и втором списке, и представьте, как это будет, когда вы достигнете вашу цель, но при этом не потеряете ничего из того, что вы так боитесь потерять. У многих, например, это отношения с близкими, да, и многим кажется, что когда они будут зарабатывать там 10 миллионов рублей или иметь огромный бизнес, то это отдалит их от семьи. Тогда прописываем, я зарабатываю 10 миллионов рублей, и мои отношения с близкими становятся только лучше и крепче. Здесь нет каких-то правильных ответов или формулировок. Самое главное, чтобы вам откликалось. Если вы действительно качественно сделаете это упражнение, то это уже поможет вам сформировать новые нейронные связи, и вы гораздо быстрее достигнете свою цель. Ну и в целом теперь эта техника появится у вас в арсенале, и вы можете использовать ее каждый раз, когда вы чувствуете, что у вас есть какое-то новое большое желание, да, есть что-то, к чему вы хотите прийти, но пока не получается. Действительно, многие эксперты-предприниматели в погоне за большими целями, большими цифрами, бизнесами забывают о себе, о своем состоянии, и это на самом деле либо не дает достигать эти цели, да, потому что внутреннее нас останавливает, либо вы их достигаете, но приходите туда в абсолютном выгорании, да, и многие в целом после этого теряют любой смысл. Поэтому хочу вас пригласить на свой тренинг, состояние, где мы с вами будем работать со своим внутренним, и это поможет вам быстрее и экологичнее прийти к любым своим целям. Самое главное — в ресурсе и в балансе с собой. Уже несколько лет я сама строю онлайн-школы, делаю миллионные запуски, и не раз сама сталкивалась с этим выгоранием. И только освоив эти техники и научившись действительно работать со своим состоянием, у меня получилось не просто делать какие-то разовые яркие результаты, но и сохранять их, качественно выходить на новый уровень не только в деньгах, но и в отношениях с людьми, в уровне жизни, в состоянии, что немаловажно. В этом тренинге поделюсь с вами всем, что помогает лично мне, что помогает моим клиентам. Вы знаете, что я вырастила 9 миллионеров и регулярно работаю с очень масштабными, классными экспертами, предпринимателями. Более 100 человек прошли через мой личный коучинг, и я, как никто другой, знаю, что тормозит ваш рост. У многих есть стратегия, у многих есть понимание, какие действия нужно делать, что-то внутри туда не пускает. В общем, друзья, приглашаю вас на тренинг, он длится 2 недели, у вас останутся все практики, которые вы можете использовать постоянно, регулярно. Вы научитесь управлять своим состоянием, своим уровнем энергии, и это неизбежно приведёт к новым результатам. В первую очередь жду тех, кто понимает, что по-старому уже не работает. Даже если раньше у вас получалось достигать очень амбициозные цели, может и получается сейчас, в незаботе со своём ресурсе это неизбежно приведёт к выгоранию, к апатии. В целом к жизни, где у вас фокус только на одной сфере, будь то там деньги или работа, а всё остальное проседает. Сейчас у вас есть лучшая возможность попасть ко мне на тренинг. По ссылке под этим видео есть сайт и самые лучшие условия, которые будут действовать для вас только сегодня. Также там есть вип-тариф и возможность прийти ко мне на личный коучинг. Буду рада помочь вам прийти к вашим новым результатам. Благодарю за просмотр этого видео, надеюсь, вы внедрите себе эту технику. Ещё десятки таких техник будут ждать вас на тренинге.